О чем говорит всемирная паутина сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике WebNews. Казанский федеральный университет представил на конкурс лучших книг несколько трудов. Победителями стали профессор Института психологии и образования Валерьян Габдулхаков в номинации гуманитарной науки и ректор КФУ Ильшат Гафуров в номинации экономика. С 20 по 23 сентября на базе КФУ состоится вторая международная научная конференция «Наука будущего». В рамках конференции около ста ведущих ученых доложат о результатах научных исследований и поделятся опытом с молодежью. В Татарстане прошел автопробег от соцсети «Одноклассники», в котором приняли участие 8 известных блогеров России и СНГ. О путешествии с посещением уникальных памятников природы и достопримечательностей Татарстана расскажут о площадке соцсети. Экологи Татарстана проводят инвентаризацию затонувших кораблей. Результаты работ показывают, что затонувшие суда не оказывают никакого воздействия на экосистему Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ. Определился чемпион первого всероссийского стендап-фестиваля в Казани. Сильнейшим комиком страны стал москвич Гурам Демидов. В Казани победительницами конкурса «Мини-мисс Кремлевская набережная» стали сразу две девочки. Короной «Мини-мисс» в первой категории получили Милана Гараева и Динара Ганиева. Татарстанская теннисистка-юниор, победив на международном турнире, выполнила норматив мастера спорта. В финале турнира, проходившего в столице Македонии, Азалия Бадегаева одержала победу над македонкой Катериной Маренковик с отсчетом 6-1-6-2. Татарстан стал методической площадкой по организации национального образования. В республике созданы все условия для национальной самореализации всех народностей ее населяющих. В Доме дружбы народов Татарстана побывали студенты из Университета Фрибурга. В ходе экскурсии гостям рассказали о деятельности Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, многонациональной воскресной школы и показали экспозицию Музея дружбы. Казанский университет посетил эксперт и комус ЮНЕСКО господин Мунир Бушинаки. Какова цель визита главы Арабского регионального центра мирового наследия, узнаешь в нашем вечернем выпуске «Универ Ньюз». Не пропусти! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова